Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас такая немного для меня смешная и немного непонятная тема сегодняшней такой беседы. Я даже вот какой-то реквизит приготовил по этому поводу, так, чтобы немножко повеселее было. Вот, позже покажу. Суть нашего сегодняшнего монолога, диалога в том, что наше издание выпустило пресс-релиз Центра социального обслуживания населения. О том, что Центр социального обслуживания населения выступил координатором в помощи двум женщинам в селе Наумовка и при спонсорской поддержке фермеров закупил им дрова. Вроде обычный пресс-релиз, ничего такого. Ну, Центр социального обслуживания населения выполнил свою работу по координации, выявил потребности, обратился к фермерам и ПКФХ, там, откликнулись, выделили средства. И, соответственно, доставили то, что требовалось, на село. Тут начался невероятный вайн какой-то жесткий, там, вмешался в это все Александр Кинжинов, если вы помните, такой товарищ в битве экстрасенсов. Я, слава богу, не смотрел ни одного выпуска этого чудо-чудо-передачи, но разоблачение на ютубе, на эти супер-фрик-шоу я видел. Ничего не имею против, пусть люди развлекаются, как хотят, но вот Александр Кинжинов решил стать общественным деятелем, защищать население сельское, и вот там развел полемику такого характера. Я, как бы, вступаю на поле Александра, поэтому захватил барабан. Вот, к сожалению, более аутентичного барабана у меня не нашлось, однако это только пионерский. Вот, волчью шкуру тоже не нашел, и бараньи кишки раскинуть здесь не могу, поэтому гадать мне не на чем. Вся суть его поста заключалась в нескольких цитатах, давайте я приведу их. Вот, например, Александр, помимо всего прочего, выдергивая из самого текста, с полным текстом, вы можете ознакомиться в посте, я так понимаю, на сайте суть и в паблике ресурсы. Ну вот, недавно в одном из балаковских пабликов прошла информация о том, как фермеры помогли пожилым жительницам села Наумка, чьи сыновья попали под частичную мобилизацию, дровами. Об этом сельхозтоваропроизводитель и попросил комплексный центр социального обслуживания населения Балакова. Казалось бы, радоваться надо, хорошее дело сделали, помогли жителям запастись дровами. На этом, в принципе, Александр, надо было и остановиться. Вот только в Наумовке нет печного отопления, в селе давно проведен газ, и дрова жителям попросту не нужны. С газом, действительно, да, он прав, местный житель. С Наумовкой у нас связи не было, мы видели пресс-релиз, созвонились с директором КЦСОНа. И, да, действительно, в нашей статье написано о том, что дрова якобы использовались для отопления. Это, ну, неправда, частично неправда, потому что дрова в Наумовке используют больше для бань. Вот. А газовым отоплением отоплится. Но, однако, у многих жителей также сохранились еще печи в селах, которыми они еще в самые морозы, ну, грубо говоря, топят еще печь. Помимо самого отопления, видимо, не хватает там радиаторов отопления и так далее, или просто в доме прохладных инжинов. Поправил нас о том, что там есть газовое отопление. Принято, принимается. И дальше вот читаем. Но тут есть также еще утверждение о том, что дрова жителям попросту не нужны. Нужны они или нет, мы сейчас покажем чуть позже. Поскольку не поленились сегодня соточку до Наумовки и туда и обратно. Наумовки мы съездили. Вот. Также он заявляет такой факт, что вот в ранее в статье «Балаковский репортер» вышла статья «Фермеры». «Балаковского репортера» обеспечили пенсионерок, матерей мобилизованных дровами. Об этом отчитался комплексный центр. И вот у него вопрос такой. Вопрос на запусыпку. А куда дровишки-то? Куда дровишки-то? Еще раз я говорю, мы сейчас после моего монолога ответим этот вопрос в видеосюжете. Вот. У обоих пенсионерок есть газовое топление и даже нет бань. И даже нет бань. Утверждает Александр Кинжинов. Но ему, наверное, это простительно, да. Мы не как жители села Наумовки, а городские жители, выпустили обычную проходную новость о работе Центра социального обслуживания населения. И утвердили о том, что дрова им нужны для отопления. Ошиблись, да, согласен. А вот Александр Кинжинов, местный житель, который жил по соседству с одной из женщин, пишет, что у них даже нет бань. Ни у одной из двух, получивших поддержку. Ну, посмотрим, есть бани или нет. Получается, Центр социального обслуживания населения об этом не знает, пишет Александр Кинжинов. Или он просто взял деньги у фермеров и пустил их на ветер. Вот какое-то тоже утверждение. Прям классные лозунги сыпет Александр. Ну, хочу разочаровать Александра. Деньги никакие Центр социального обслуживания населения в руках не держал. И, в принципе, как государственное учреждение, он их принять, ну, в редких случаях может, там, на единичку, как пожертвование. Это и только образовательные учреждения. А государственные учреждения, деньги от кого-то там принять, это, вы сами понимаете, это АБЭП, уголовка и так далее. То есть, с неизвестной целью. Поэтому ничего Центр социального обслуживания населения у фермеров деньги никакие не принимал. Но об этом сейчас расскажет, соответственно, один из участников данной помощи, данного мероприятия. Скворцова Надежда Михайловна, ИП, глава КФХ Скворцово, село Наумовка. Первоначально я как бы помогала почистке снега. Вот, потом у нас техника как бы старенькая стала. И я стала помогать всем, чем возможно. Вот в этом году пенсионеры у нас, как бы у них сыновья ушли по мобилизации. И они попросили и у меня. И просто они как-то, не то что попросили, они просто сказали, вот баньку отремонтировали, дров бы не мешало бы. Ну, а здесь вот как бы дети их ушли на фронт, так сказать. И вот пришлось им как бы выделить помочь. Ну, они благодарны. Ну, у них так просто отсиживаются дети, понимаете. Кто-то прячется, кто-то что. Вот у Артюшовой Галины, мне сын пошел, он говорит, мне даже комиссию проходить не буду, я здоров, я пойду туда, как говорится, на фронт. У Калинина Райфы Уразовна, у ней тоже сын, как говорится. Он в Чечне воевал, он тоже там и прихрамывает, и все. Но он тоже пошел, он даже не стал прятаться, он сразу пошел в первые ряды. Дрова как бы мы нашли на Авито, позвонили, люди нам привезли. Ну, где-то 6 кубов, где-то по 3 куба на каждую семью. Ну, вот помимо меня, то, что я КФХ, еще я знаю, что соседние села Сполковки, с Малой, Быковки тоже КФХшники помогают. Это Саулин помогает местному населению, Стенчина хорошо помогает. Они чистят дороги тоже так же. В этот раз помогли, я знаю, что помогли с дровами. А так пафосы навели, галочку поставили. Но это не пройдет мимо, как я ранее говорил, хватит плевать нам в лицо. Прям, я не знаю, тебе, Александр, надо вам, наверное, да? На броневик залезть с такими доводами и тезисами апрельскими. Прям плевать вам в лицо. Да до вас не доплюнешь, я думаю, Александр. Вы в Москве. Даже если сильно харкнуть, то вряд ли долетит. Также вот он пишет о том, что он написал знакомым с новостных программ Первого канала, Россия Один. Обещали приехать в конце ноября, снять эту новость. Ну, мы много лет работаем с федеральными каналами, вы все знаете. С НТВ ЧП, с Пятым каналом, это полностью холдинг МИЦ Известия. Для Первого канала мы снимали много сюжетов для передачи Доброе утро. С ГТРК действительно мы не работаем, но все основные федеральные каналы обращаются по Саратовской области к нам, если нужно что-то снять. Или наоборот, мы обращаемся к ним для того, чтобы подсветить проблему. Так, например, мы решали проблему кладбища с Ивановкой, когда расширение шло. Так помогали жителям дома на улице Ленина, когда у них сломался лифт. Ну, и много-много еще раз, я не буду, также там семечки шелуха, когда у нас сгорели в Матвеевке. Мы знаем, как работает федеральный канал, и я точно Александру скажу, пусть он там звездную болезнь свою немножко применет. Это не федеральная повестка о том, что кому-то привезли три куба дров. Или не довезли, или не того качества, как там довезли, или есть отопление, или нет. Это не федеральная повестка, не федеральный канал, и это снимать не будут. Ну, может быть, это в рамках какого-то шоу, где он с картами там пойдет и раскидает их по всей деревне, и, соответственно, сделает какие-то выводы. Ну, что-то карты ему не подсказали о том, что печи в Наумовке есть у людей. Александр вот призывает, он создал общественную какую-то организацию, в свою очередь, от лица Союза сельских жителей, ССЖ, наверное, сокращенно, ко Дню Матери, обещая им оплату отопления в зимний период. То есть, я так понимаю, Александр обещал оплатить этим двум семьям, ну, я так понимаю, расходы на газ за весь зимний период. Ну, что ж, помним, запомним этот момент и чуть позже спросим, оплатил, не оплатил или так набалаболил. «Фермеры и партнеры, которые выкинули деньги просто так, предлагаю не попасть в этот раз в такую нелепую ситуацию и присоединиться к Союзу», пишет Александр. Здесь логика простая, наверное, многие там в комментариях под его постом писали о том, что, наверное, хайп с битвой экстрасенсов прошел, и у Александра, может быть, есть какие-то интересные планы, там, войти в политику или заняться какой-то административной работой. Ну, что ж, вперед. Пожелаем ему в этом плане удачи. Если он думает, что заниматься управлением сельскими территориями или вообще волонтерской или какой-либо деятельностью так же легко, как тусовать колоду карт, то смей его огорчить. Мы сами регулярно принимаем, так сказать, участие в волонтерской деятельности и разбираемся с проблемами жителей. Это не так легко. Иногда гнев сыпется и на самого помогающего, как в этом случае. Так что, ну, Александр, вперед, работайте. Надеюсь, что это не просто обычный пиар. Ну, а что касается вот союза сельских жителей, куда вот он просит вступить фермеров, и мы зашли, посмотрели по его ссылке этот паблик, там 89 подписчиков. Видимо, популярная страница. Вот, по большей части там подписаны средства массовой информации и, наверное, друзья Александра. Вот, ну, немного сельских жителей. Если в одной Наумовке порядка 400 человек живет, пока, видимо, не все охотно туда подписались. Ну, и непонятной задачи данного союза, и для чего он туда загоняет своим призывом фермеров, что, может быть, теперь, чтобы фермеры деньги не ему несли, а он будет распределять эту помощь. Вот, посмотрим. Также вот в комментариях Александр пишет, и балл-репортер видит, что народ возбудился, пишет комментарии им под посты, что газ есть и что врете, ничего не сделал, а наоборот начал удалять комментарии неугодные. Еще раз говорю, мы в паблике своем никогда комментарии не удаляем, если они не содержат мата или прямые оскорбления других участников, и это происходит очень редко, потому что у нас немного другая аудитория, нежели чем в городских сообществах, которая более взвешена и следит за новостями. Мы не гонимся там за великим количеством аудитории, нас интересует качество и думающие люди. Ничего под постом, где он нас там обвиняет, мы удалять не удаляли. Это легко проверить с помощью логов и действий администратора. Но если будет у него желание приедет на студию, я ему покажу, конечно, всеобщее обозрение. Я это выкладывать не буду, но это бред. Много еще там в комментариях в паблике сути. Люди им отвечали, кто-то его поддерживал, кто-то писал, что он на этом пиарится. Ну и давайте вот непосредственно посмотрим кусочек видео, который мы сегодня записали в Наумовке. Для чего дрова, кому дрова. Да, вот баня бабушкина. Сын ушел воевать, защищать нас. Галь Басимовна, расскажите, где у вас как быта устроена? Баня, Боже, где? Вот. В наличии, да? А то говорят, нет у вас бани. Ну как? Говорит, не бойтесь. Господи. Бани нет. Баня есть, но нехорошая, но все-таки моя. Дрова для чего? Для каких целей? Баня, топи для чего. Мы даже сами не ожидали, спасибо. Встали в службе, и Валерия не помогла. Тут три недели. Нет, а зачем так делать? Ну вот, Кеджинов написал, и мы вообще удивились. Наш односельчанин написал такое вот ерунду. Ну ладно бы не было бани. Бани есть, бабушки довольны. И мы-то рады, что, как говорится, у нас такие ребята ушли. Галина Васильевна, он вначале, вот она, Ольга Ивановна, они начали, мы думали, из Большого Кушона привезут. Да. Быстрее. А не получается. И вот они сейчас, мы им звоним, они как бы нам обещали, они сказали, привезем, сейчас немножко устаканится вот эта погода, они не могут оттуда выехать. Еще привезут, где-то еще два куба. Вот сколько у Андрея в тележке там, еще привезут все это, потому что договоренности есть все это, как бы это, ждем погоду. Я думаю, в течение, вот если двух недель все это станет, то дрова еще привезут. Ну, можно. Ну, такого они будут качества или какого, но все равно топить, можно банику, все равно. Это-то мы сделали, они по 40 сантиметров просили, чтобы они сделали, накололи, чтобы было удобно. Под печку. Под печку, да. Спрашивали, звонили, под какой размер нужен вот этих дров, потому что раньше привозили кругляки, говорили, кто будет рубить. Поэтому у нас дрова-то вышли, такие. Да, потому что там уже полу не оселишь, только поднимешь, там и нанять некого у нас уже. Нанять некого? Да, еще. Мужиков нет, да? Да. Да, 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 да. Галина Васильевна, ну. Спасибо фермерам, что они откликнулись на нашу просьбу. И огромное спасибо, конечно, Надежда Михайловна. Вот был день села, 220 лет было на Омловке. Наших подопечных, жителей села, она никогда не забывает. И здесь откликнулась. И с ее слов она, Галина Васильевна, бани топят строго раз в неделю. Она говорит, вижу, затопила. В неделю раз, аж в неделю два-три раза. А вот, Галина Васильевна, вот у Калининой тоже, скажите, пожирают. Есть у них баня, как она, моется, не моется. Вы же общаетесь. Они вон, где живут, а я вон. Они, как? Ну, баня есть. Баня есть. Да. Там за дом можно посмотреть, адрес, велоторный заходите. Семья большая. У них и была, и раньше баня. У них сарай был вообще-то, за этим местом баня. Они сейчас отремонтировали. Они дорогу делали, уже переделали. О, запас. Карман не тянешь. Я сложила у меня еще половину, половину это у меня было, а я сверху сложила. Хорошо, покол. Галина Васильевна, корова ваша? Мои. Ваша? Мои. Как успеваете-то все? Сын помогал. Да он-то сын помогал на вузку, он чистил, наверное, а не я. А сейчас-то что-то приходится, куда деваться. Короче, любая помощь не лишняя, да? Конечно же нет. В этом видео нет еще одного действующего лица. Это еще одна женщина, которая получала поддержку. Но мы связались с ее родственниками, дочерьми. Они подтвердили факт того, что, да, действительно, дрова поступали. Баня у них есть. Это большое подспорье в им хозяйстве. Никаких претензий у нее к Центру социального обслуживания населения нет. Наоборот, выражает благодарность. Мы всегда рады тому, что у нас появляются новые общественники, которые борются за благо жителей, стараются улучшить их жизнь, сделать ее более комфортной, добиваться какой-то правды. Жалко, что не всегда выбирает правильный информационный повод и, скорее всего, занимается разгоном того, чего в принципе не нужно делать. Здесь действительно нормальные новости, нормальный пресс-релиз вышел о том, что как бы то ни было, есть там отопление или нет газовое, жителям помогли фермеры. Жителям помогли фермеры. В этом ничего плохого нет, только хороший, только позитив. И взять вот этот позитив, растоптать, а также настроить против себя некоторых жителей села для чего. В воскресенье говорят, вот Кинжинов у нас хочет День матери, устроить праздник, концерт какой-то, подарки. Ну вот, ну хорошо. И как люди, да, многодетным матерям, вроде он сказал Раису Николану, чтобы она выбрала. И Раису Николану 22 матери оказывает у нас многодетным. А он говорит, почему так много? Так что, плохо что ли? На брату спрашиваю. Ну, подарков много, значит, надо дарить. Так он же сельский, местный, должен знать, что кто-то не дарит. Местный, да. А я говорю, ну пусть выберет тогда у кого, у нас 8 детей, 7 есть детей, 6, 5, тогда хотя бы пусть выберет такие. Ну, назвался Груздин, полезает в кузов. Вот так вот. Праздник, что такое праздник? Не все матери многодетные или как-то? Или кто-то полумногодетный получился? Ну, сейчас трое жили. Ну, мы тоже приедем, мы тоже многодетные. У нас тоже трое детей. Может, нам подарок достать? А некоторые говорят, женщины, ну пусть методом тыка. Я говорю, девчонки. А, лотерея. Тыкнут, вот, трое детей вывернут, а у меня вот пятеро. А меня не вывернут. Мне тоже обидно. Согласен. Ну, тут тогда только карты Таропова. Ну, да. Что мы этим ответом хотели донести? Ну, без ответа на выпады Александра мы остаться не могли. В любом случае, нам нужно было ответить. Мы свою работу выполнили. Я вам объяснил, где мы допустили какую-то оплошность. Вот, вернее, недопонимание ввиду того, что связи у нас с селом не было. И мы обладали только пресс-релизом Центра социального обслуживания населения. Соответственно, сделали там, допустили неточность. Да, вот мы признаем. Но, тем не менее, является ли эта помощь ненужной? Нет. Это вполне полезно. Это нужно жителям села. Если городские жители думают там немножко по-другому, живут в других благах, то на деревне, в селе любая помощь очень важна. Привезти вот этот куб дров, там, допустим, это стоит порядка 5-6 тысяч рублей. Допустим, сами денежные средства населения откуда не возьмутся. Работы там очень мало. Там больше взаимодействия идет с натуральным продуктом. Поэтому любая помощь, в том числе и дровами, она действительно очень полезна и важна. А разгонять на этом всем собственный хайп и накидывать пуха на совершенно правильные действия как государственной структуры, так и спонсоров, самих фермеров, ну, это такое себе. Думаю, что Александру стоит переосмыслить свою позицию в этом плане. Потому что, ну, если он хочет выступать как общественник, то надо быть более уравновешенным, а не кидаться с вилами на мельницы. И менее агрессивно себя вести и к жителям, соответственно, тем здесь, кто проживает на территории Балаковского района. Может быть, там с Москвой что-то не совсем правильно видно. Ну, здесь жизнь такая. Удачи!